Ну а теперь давайте решать задачи, потому что понять теорию без практики, наверное, будет довольно затруднительно. Сейчас будет много разобранных задач. Вы смотрите, учитесь, запоминайте. И под конец этого занятия вам будет предложено несколько задач на дом. Давайте начнем с наших прошлых задач. Суммирование списка с накопительным параметром. Оформим теперь это суммирование как... накопительный параметр оформим как необязательный. Такой программой будет пользоваться гораздо удобнее. Значит, смотрите. Суммирование списка выглядит так. Я вам напоминаю. Сум. Лист. Это имя функции. ЛСТ. Это мы так обозначаем список. А теперь аккумулятор мы делаем необязательным параметром, то есть ставим перед ним AtomOptional и присваиваем ему значение 0. Это синтаксически выглядит вот так. Вот теперь у нас один параметр обязательный, LST. Один параметр необязательный. У него по умолчанию у него по умолчанию значение 0. Ну, внутри тело функции ничуть не меняется. Если список у нас пуст, то мы возвращаем АКК, аккумулятор. А в противном случае мы вызываем нашу функцию, нашу функцию вызываем на хвосте списка КДР-ЛСТ. А в качестве аккумулятора берем сумму прежнего значения аккумулятора и головы списка. КДР-ЛСТ. Так, 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 так. А теперь давайте проверим, как это будет работать. Сум. Лист. Ну, раз, два, три, четыре. Смотрите. Второй параметр не задаем, но он необязательный, поэтому задавать его и необязательно. Он по умолчанию подставится как 0. И видите, ответ правильный. Ну, чтобы проверить нашу функцию на менее тривиальном примере, давайте сделаем большой список. Список из, скажем, 100 элементов. Но как это сделать? Набирать вручную большой список довольно скучно. В хоум-лиспе есть встроенная функция range, которая имеет два параметра. Выглядит она так. Range. Начальное значение и конечное значение. В результате она возвращает список из заданного количества чисел. Вот. Как видите, у нас получился список чисел от 1 до 100. И мы можем теперь этот список сразу же просуммировать. Ну, ответ известен. Получиться должно 5050. Это классическая задача Гаусса. Маленький Карл Фридрих Гаусс решил её в уме. Сумму чисел от 1 до 100. Чем, наверное, сильно разозлил учителя. Учитель дал школьникам, ровесникам Гаусса задачу посчитать, чему равна сумма чисел от 1 до 100. И думал, что они проводятся целый урок. Но маленький Карл решил её в уме за 5 минут. Давайте проверим, прав ли он был. Сум. Лист. А здесь указываем Range. 1. 100. Все ли понимают, что здесь произойдёт? У функции сумм.лист один обязательный аргумент. Он вычислится. Получится вот этот список временный. Он просуммируется. И мы его даже не увидим. Мы увидим только результат. Вот вам результат. 5050. Результат у нас получился правильный. Теперь мы можем с полным правом использовать необязательные параметры, ключевые параметры, если захотим. Ну, пойдём дальше. Давайте сейчас напишем несколько простых функций, которые нам впоследствии пригодятся. Ну, вот, например, такая функция. Хорошо было бы знать, входит ли число или какой-то элемент в данный список. Входит ли элемент в данный список. Ну, давайте такую функцию напишем. Назовём её member. То есть от английского член списка member of. И попробуем реализовать её. Значит, у этой функции будет два параметра. Оба обязательные, потому что бессмысленно... Ну, здесь параметры должны быть обязательные. Бессмысленно давать значение по умолчанию. Список LST. Ну, обычно то, что мы ищем в списке, делают первым, например, А. И список LST вторым. Значит, наша задача – входит ли элемент А в список LST. Вот я могу даже это в виде комментария тут написать. Да, в предыдущем ролике я сказал двоеточие. На самом деле точки с запятой, извините, я оговорился. Точки с запятой. Входит ли А в LST? Договоримся, что если входит, функция будет возвращать Т. Если не входит, Нил. Ну, в настоящем LST это делать немножко по-другому, но для нас это годный вариант. Давайте решать. Опять-таки, у нас единственный способ пройти по списку – это использовать рекурсию. Циклов у нас нет. Циклы будут завтра. И мы многие задачи сможем решить и циклически, если сильно захотим. Поэтому единственный способ – рекурсия и математические рассуждения. Сегодня у нас будет много математики. Будет еще теория множеств. Обещаю вам. Ну, это удел Лиспера. Теперь давайте подумаем. Если список у нас пуст, входит в него элемент А? Наверное, не входит. Воплотим эту мысль в код. Пишем кон. Если наш список пуст, то тогда какое бы А ни было, ответ будет отрицательный. Нил. Не входит. А вот если список не пуст, то возможны два случая. Он может просто совпадать с головой списка. И если так, то он в список входит. Как проверить совпадение атома с головой списка? Е-Кю. Е-Кю. А. Кар. Л-С-Т. Если атом совпадает с головой списка, то все, у нас ответ положительный. Возвращаем Т, и больше нам ничего здесь делать не надо. В противном случае, если он с головой списка не совпадает, то тогда его надо искать в хвосте. Если он в хвосте будет найден на каком-то месте, то будет Т. Если он не будет найден ни на каком месте, то будет Нил. Поэтому здесь смело обращаемся к нашей же функции. Мембер. Как, извините, я назвал Мемба. Р лишнее. Мемба. Вот так. Мемб. А. К. Д. Р. Л. 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 Так. 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 Давайте проверим, как это будет работать в реальности. Пробуем. Запускаем. Мемб. Атом А. Ищем в списке А, В, С, Д. Ну, естественно, он его находит и причем сразу. Давайте проверим. А, В он найдет. В тоже должен найти. И В находит. Ну, а давайте проверим какого-нибудь. Ой. Тут у меня пробел лишний, но это ничего страшного. То есть я пробел пропустил. Попробуем найти Х. А Х не находит. То есть наша функция вполне работает, вполне правильно. Вы можете эту функцию себе записать. Я, может быть, потом буду все наши функции, которые написаны, я, может, потом в виде одного файла вам тоже скину туда. Вам, значит, Алексей Шумаков разместит. И, может быть, вы сможете пользоваться готовыми исходниками. А нет, так набирайте их сами. Вот функция MAMP у нас есть. Что нам еще может понадобиться? Давайте напишем еще одну функцию, которая будет делать вот что. Она на вход возьмет, так же, как и функция MAMP, элемент и число. Элемент и список. И она этот элемент из списка удалит. Причем удалит со всех позиций. Ну, то есть что я хочу? Вот, предположим, у меня есть атом А. Ну, я тут буду без квотирования писать. Атом А и список А, Б, С, А, С, Д. Вот я хочу, чтобы после выполнения этой функции у меня все вхождения А из списка были удалены. И должно получиться Б, С, С, Д. Ну, вот нужна такая функция. Назовем эту функцию REM от английского REMOVE удалить. Хотя нет, REM мы не можем использовать, потому что в хоум-лиспе есть такой синоним для остатка отделения. Ну, давайте назовем ее DEL. Пишем. DEL. Она удаляет элемент А из списка LST. Ну, и тут опять работает наша уже знакомая нам рекурсия. Если список пуст, то из него удаляй, не удаляй, получится пустой список. Поэтому пишем так. Если список пуст, то результат будет тоже пустой. А тут такие возможности. Опять-таки, если элемент А совпадает с головой списка, то голову нужно отбросить и удалить А из хвоста. Пишем EQ A R LST. То в этом случае голову мы просто отбрасываем и вызываем нашу функцию на хвосте. Ну и, наконец, если в голове он не найден, этот элемент, то голову надо сохранить. Поэтому используем CONS. Берем голову. Вот так. Сохраняем. А из хвоста по-прежнему удаляем. DEL. A. KDR. LST. Раз, два, три, четыре, пять. Ну как? Давайте проверим, как это будет работать. Кстати, чем не хороша вот это онлайн, вот это все, не волнаю, вернее, а вот эти записи, что я же не знаю, понимаете вы меня или нет. Лично мне это очень не нравится. Я бы предпочел к вам приехать, но, увы, из-за проклятого ковида приходится везти это из дома. Ладно, проверим, как это будет работать. Удаляем элемент единицы из списка. Из списка. 1, 1, 2, 2. 3, 3. 1, 1. Вот она должна удалить абсолютно все вхождения единицы. Ну, поправим. Ну да. Вот и результат. Значит, и так. У нас есть функция, которая проверяет наличие элемента и удаляет все вхождения элемента. Это нам понадобится для дальнейшего. Ну, кажется, некоторые служебные функции нам еще придется разработать. Ну, а пока давайте займемся на лиспе теории множества. Это интересная математическая дисциплина, которая лежит вообще-то в основе всей современной математики. Но основные ее концепции довольно просты. Ну, конечно, если не копать слишком глубоко. Там, на самом деле, если копать глубоко, все будет очень непросто. Вот я вам сейчас покажу картинку, чтобы вы представляли себе множество. Мы будем под множеством понимать просто какой-то набор каких-то объектов. Ну, или, как говорят, запас, набор. При этом у нас есть понятие универсального множества. Значит, если мы, скажем, работаем с числами, то универсальное множество – это множество всех чисел. А конкретное множество – это набор конкретных чисел. Например, раз, два, три, семь, восемь, девять, двенадцать и так далее. Для изображения множеств придуман очень наглядный способ. Придумал его еще знаменитый великий Леонард Эйлер, великий математик XVIII века. И он предложил множество изображать в виде кругов на плоскости. Тогда операции с множествами, которые мы сейчас с вами будем проходить, они приобретают особую наглядность. Ну вот, давайте я вам сначала покажу на примере атомов или чисел. Давайте в качестве множеств мы будем использовать списки атомов. Можем использовать списки чисел, можем использовать списки букв. Я бы сказал, списки букв даже прикольнее, потому что с числами, ну мы понимаем, что компьютер работает с числами, это вроде бы не так интересно. А вот делать чисто символьные вычисления, но и лисп язык символического программирования. Вот давайте теоретикам множественной операции попробуем реализовать именно на атомных списках, символьных списках. Тогда единственное, что вам надо запомнить, что каждый символ в этот список должен входить ровно один раз. Вот в частности, вот такая вот штука, А, Б, А, Б это не множество. Каждый элемент множества уникален, поэтому вот из него нам на первом этапе нужно будет сделать вот такую конструкцию, А, Б. То есть сначала нам придется реализовать программу, которую мы назовем SetOf, то есть множество из, которые будет брать на вход список, возможно с повторениями, и строить из него список уникальных. А потом вот с этими списками уникальных мы уже будем работать как с множествами. Разберем разные теоретикам множественной операции и реализуем их на лиспе. Как же построить список уникальных? Да теперь, когда у нас есть функция Memp и функция Del, сделать это довольно просто. Итак, строим список уникальных. Называем нашу новую функцию SetOf. Ну давайте ее вот так вот назовем. Set-Off. На вход она берет произвольный список. Ну и давайте смотреть, что нам нужно возвращать в качестве результата. Ну вы, наверное, уже привыкли, что во всех таких программах с простой рекурсией, но у нас будет не только простая рекурсия, позже у нас будет... У нас уже встречался пример посложнее вчера, когда мы суммировали многоуровневый список. Но здесь пока рекурсия линейная, простая. Если список пуст, LST, то он является и одновременно множеством, которое называется как... Если бы я видел сейчас ваши лица, я мог бы вас спросить, а вы бы мне ответили. Пустое множество, были бы совершенно правы. Пустое множество – это nil. Пустой список. Поэтому первое условие мы записываем так же, как мы это уже делали много раз. Если LST есть пустой список, то результат – nil, и больше тут делать нечего. В противном случае нам надо голову списка в любом случае сохранить, потому что если какой-то элемент в этом списке присутствует, он должен попасть и в результирующее множество. Поэтому голову мы сохраняем, мы строим новый список, у которого первый элемент будет голова нашего исходного списка, а вот в качестве хвоста мы применим нашу же функцию setOf к хвосту списка. Ой, извините. KDR LST к хвосту списка. Но это не всё. Из этого хвоста списка мы должны удалить все вхождения головы. Поэтому вот здесь нам как раз и пригодится функция del. Видите, какая сложная взаимосвязь получается? удаляем голову списка. Она уже вошла один раз, все остальные вхождения будут вредны, поэтому мы их удаляем. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, вот, получилась функция setOf, и мы сейчас проверим, как она будет работать. Это обязательно. SetOf. Ну и давайте A, B, C, A, B, C, 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 A, A. Вот. Этот список множеством не является, потому что все элементы в нём встречаются многократно, а нам нужно построить список уникальных. Ну, если я не ошибся, сейчас посмотрим, всё ли у нас будет правильно. Да, у нас всё правильно. У нас получился список A, B, C. Кстати, порядок элементов в множестве обычно роли не играет, он не важен. И поэтому, если бы у нас получился список B, A, C или C, B, A, это было бы тоже правильно. Но при нашей программной логике порядок исследования атомов в списке сохраняется, и поэтому нам даже об этом не приходится беспокоиться. Итак, теперь у нас есть множество. Мы из любого списка можем сделать множество. Кстати, эта функция будет работать и для числовых списков. Ну-ка, давайте проверим. SetOf. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, как видите, она и с числовыми списками поступает совершенно нормально. Но она, конечно, будет работать только со списками атомными. Если список состоит из списков, то вот этот алгоритм, к сожалению, даст сбой. Но нам это сейчас и не нужно. Нам об этом беспокоиться и не надо. А теперь давайте займёмся теоретикой множественными операциями. Их у нас довольно много. Первая операция, которую делают над множествами, это объединение множеств. Что такое объединение множеств? Ну, вот у нас есть множество ABC. Это множество. И есть множество BCDE. Из них нужно построить объединение множеств. Мы понимаем, что должно получиться в любом порядке. А, В, С, Д, Е. Потому что каждый элемент должен входить ровно один раз. Как же нам выполнить эту операцию, которая называется union? Union – это объединение. Unite – объединять по-английски. Union – объединение. Ну, теперь, когда у нас есть функция APP на прошлом занятии, мы её с вами реализовали в самом конце, если вы помните. АPP – это объединение двух списков. Ну, строго говоря, есть стандартная функция append, которая стыкует два списка, приделывает второй список к хвосту первого. Вот, посмотрите, как это выглядит. Стандартная функция append. Ну, вот, например, раз, два, три. И второй список. Четыре, пять, шесть. Объединяем и получаем раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вы должны помнить, как это программируется. Но, на самом деле, стандартная функция append немножко сложнее, потому что она за один вызов объединяет неопределённое количество списков. У неё количество параметров неопределено. Она как раз реализована с использованием вот этого самого, то, что было в теоретической части, параметра атома REST. Ну, для нас это неважно. Мы больше двух аргументов ей сдавать не будем. Тогда объединение двух множеств получается очень просто. Смотрите. Union. Ну, пускай множество, одно множество мы назовём S1, а другое множество S2. Как можно поступить? А нам тут даже рекурсия не нужна. У нас уже наработан инструментарий наших функций, который позволяет свести задачу к предыдущей. Давайте так и сделаем. Во-первых, объединяем. Объединяем наше множество и получаем сложный список. Но он множеством может и не являться, если в списке есть, если в S1 и в S2 есть общие элементы. Они войдут в объединение дважды. Теперь нам нужно из этого объединения построить множество. Вот и построим. Применим к нему set of. Вот так. Вот так. Вот и всё. Решение занимает две строчки. И теперь давайте проверим, как это будет работать. Union. A, B, C, D. Допустим так. И второе множество. D, E, A, G. Вот так. Объединяем и получаем, что у нас A, B, C, D, E, G. Всё правильно. A, поскольку она входит и туда, и туда, она A не вошла. Второй экземпляр A в объединение не вошёл. Ну вот, теперь посмотрите на картинки наглядные, которые показывают теоретика множественной операции. Мы сейчас на объединении остановимся, потому что мы уже с вами... Ну нет, у нас ещё 5 минут. Вот я вам сейчас покажу картинки. Вот. Вы видите на экране. Вот картинка под номером B. Объединение двух множеств. То, что в круге, в одном круге обозначено A, в другом круге обозначено B, а то, что находится в обоих кругах, это и есть объединение. В математике оно объединяется вот таким символом, похожим на букву U, латинскую. Ну, у нас такого символа на клавиатуре нет, а то бы мы могли бы это использовать. Мы с вами сделали объединение, а теперь нам нужно сделать пересечение, то есть построить набор элементов, которые входят и в A, и в B. картинку я убираю. И мы строим пересечение. Пересечение по-английски будет называться intersection. Intersection. Ну, давайте подумаем, как его строить. Пишем. Интерс... Так, так, так... Интерсекшн... Ну, такое длинное... Давайте вот так... Интерс... Так, короче. С1 и С2. Вот. Как мы будем поступать? Мы пройдём по одному из множеств, и все элементы, которые входят в другое множество, мы сохраним. Остальные элементы отбросим, и у нас получится объединение. Ну, давайте смотреть. Я уже вам, наверное, немножко поднадоел этой конструкции, но если первое множество, по которому мы выполняем рекурсию, оно у нас пустое с самого начала или в процессе работы, то пересечение любого множества с пустым это и есть пустое множество. Поэтому пишем так. Null S1. Nil при любом С2. В противном случае берём голову берём голову S1 и проверяем, входит ли она в S2. Как это можно сделать? А у нас есть функция MMP. Если голова S1 входит в S2, тогда результат вот этого вычисления, то, что у меня сейчас написано, будет истинно. В этом случае голову надо сохранить сохраняем конс, берём голову списка, голову S1 и кладём её в результат рекурсивного вызова нашей же функции на хвосте S1. А S2 торчит как свадебный генерал. Его задача сидеть на месте и надувать щёки. От S2 S2 здесь никак не используется. Вот так. Конс. Закрыли. Ну и, наконец, в противном случае, а в противном случае стоп это если она входит. А в противном случае голова списка S1 не входит в S2. Тогда она нам и не нужна. В этом случае мы просто вызываем нашу функцию Интерс на хвосте S1 на хвосте S1 при том же самом S2. Так, так, так. У нас получилось пересечение. Давайте проверим, как оно будет работать. Возьмём два множества А, Б, С, Д, Е, Ф и ещё одно множество Ф, Е в другом порядке С, Х, Y, Z. И вот видим, что эти множества пересекаются и пересечение их равно С, Е, Ф. Смотрим, это единственные три элемента, которые входят и в то, и в другое. Но порядок их такой же, в каком они следуют в множестве С1. Но это следует из того, что мы рекурсию проводим по параметру S1. Вот. Обратите внимание, кстати, на методологию. У нас ядрышко языка. На нём мы постепенно нарабатываем инструментарий. И этот инструментарий потом включается в язык, потому что функция интерс по внешнему проявления ничем не отличается от стандартной. И многие стандартные функции написаны на лиспе. Итак, мы с Вами реализовали построение множества, мы с Вами реализовали объединение двух множеств, мы с Вами реализовали пересечение двух множеств. Давайте ещё посмотрим на картинку. Что мы с Вами сделали? Мы с Вами сделали объединение, вот это место я показываю, И мы с вами сделали общие элементы двух множеств, пересечения. Нам ещё предстоит сделать разность, и так называемую симметрическую разность, и ещё одно действие, которое для множеств будет полезно, сравнение множеств. Но это уже будет в следующем ролике. Поэтому сейчас я пока даю вам отдохнуть. По правилам методики нельзя перегружать. Поэтому сейчас мы с вами на некоторое время прерываемся. Продолжение следует...